Глава 9. Бойня Вейко. Религиозная группа, известная как «Ветвь Давида», проживала в своем поместье, которое они называли Маунтен Кармель. Оно находилось прямо за городом Вейко, штат Техас. 19 апреля 1993 года агенты правительства Соединенных Штатов совершили нападение на поселение и убили беспомощных женщин и детей при помощи своих боевых танков, огнеметов и отравляющего газа. В результате погибло почти 100 невинных людей. Что помещает эту трагедию в ряд самых ужасных преступлений, так это то, что «Ветвь Давида» не сделало ничего такого, что могло спровоцировать это нападение правительства Соединенных Штатов. Религиозная группа «Ветвь Давида» была в хороших отношениях с окружающими людьми. У них были некоторые религиозные взгляды, которые отличали их от других церквей. Но многие из так называемых классических церквей тоже отличаются друг от друга. Их религиозные отличия, конечно же, не оправдывали поведение правительства Соединенных Штатов, которое без суда и средствия разрушило их дома и лишило их жизни. Первая поправка Конституции предоставляет любому человеку право поклоняться Богу в соответствии со своей совестью. Однако правительство США полностью пренебрегло этим правом в бойне, которую оно устроило в Вейко. Мы должны понять чрезвычайно важную вещь. Все, что правительство и средства массовой информации рассказали об этих людях полная ложь. Многие так называемые эксперты предоставляли свидетельства, которые заставляли большинство людей верить в то, что прямо противоположно истине. Из-за этой широко распространенной лжи мало кто знает, какой в действительности была группа ветвь Давида. И очень немногие знают наверняка, что же произошло во время осады Вейко. Лживая информация была пущена для того, чтобы попытаться хоть как-то оправдать действия правительства. Первая поправка Конституции говорит, что правительство не должно издавать законов относящихся к религии. Конституционные права ветви Давидовой были полностью проигнорированы. Убийцы были виновны в чудовищных преступлениях, и они полностью избежали наказания. Цитата «В прошлом году, за день до Пасхи, Ширли Бертон, представительница церкви адвентистов седьмого дня, заявила, что она получила ужасный телефонный звонок. На связи был представитель церкви, который сообщил, что на следующий день в Уэйко, Техасе произойдет акт насилия в культе, в котором состоит дюжина бывших адвентистов седьмого дня. Этот человек получил предостережение от родителей члена этой секты. Родители получили известие о том, что там состоится массовое самоубийство, сказала Бертон, добавив, что в ее памяти всплыли картины самоубийства Джима Джонса и 900 его последователей, совершенного в 1978 году в Гаяне. Церковные власти предупредили полицию Уэйко, и Пасха прошла без происшествий, но мир закончился кровопролитием в это прошедшее воскресенье, когда члены секты начали перестрелку с федеральными агентами. Слова «культ» и «секта» используются всякий раз, когда правительства или средства массы информации хотят бросить подозрения или дискредитировать данную религиозную группу. Цитата. Прошлой весной руководители церкви адвентистов седьмого дня услышали от своих коллег в Сиднее, что религиозная группа «ветвь Давидова» планирует массовое самоубийство на Пасху в воскресенье. Примерно в это же время Госдепартамент получил информацию из источников в Австралии, что группа Корыша готовит оружие и планирует самоубийство. Департамент передал эту информацию АТО Управлению по контролю за производством и оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия, которое приступило к расследованию в июне 1992 года. Обе эти статьи пишут о злых слухах, распространяемых о ветви Давидовой. Ничего подобного у них не происходило. Дэвид Корыш, руководитель Давидян узнал, что АТО хотела получить полную информацию о нем в июне 1992 года. Корыш пригласил у АТО Управления по контролю за производством и оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия прийти на территорию Маунтен-Кармель своего поместья, чтобы они смогли увидеть все, что хотели. К несчастью, УАТО отказалось прийти. Осада поместья Давидян началась 28 февраля 1993 года. Вместо того, чтобы просто постучаться во входную дверь, 100 агентов УАТО штурмовали его с целью ареста Давида Корыша. Корыш часто бегал по утрам и правительство могло арестовать его в один из таких моментов. Однако их интересовал не просто Давид Корыш. Правительство стремилось вызвать конфронтацию. Агенты УАТО и ФБР, которым никто не угрожал, открыли огонь из автоматического оружия по передней двери и по стенам, зная, что внутри были невинные женщины и дети. Во время этой осады четыре агента УАТО были убиты. Четыре агента УАТО, которые погибли 28 февраля, были телохранителями Билла Клинтона со времени проведения демократической конвенции до того момента, как Клинтон стал президентом. Эти четыре агента УАТО были единственными федеральными агентами, которые погибли при осаде Уэйка. Фильм Линды Томпсон «Уэйка. Большая ложь» показывает, что эти агенты не были убиты или застрелены членами ветви Давидовой. Запись показывает агентов забирающихся в поместье Давидян через верхнее окно. Затем она показывает другого агента УАТО, находящегося на крыше, который в действительности стреляет в окно, через которое вошли те агенты. Получается, что те четыре агента УАТО, которые были телохранителями Клинтона, были убиты своими же людьми. Вокруг трагедии Уэйка возникало немало вопросов, на которые никто никогда не получал ответа. Почему Билл Клинтон решился на такие крайние действия Уэйка? В поселении Маунтен Кармель в 1987 году были проблемы. За руководство ветвью Давидовой между Давидом Корешем и его последователями с одной стороны и Джорджем Роденом и его последователями с другой стороны состоялась перестрелка. Семеро давидян вместе с Давидом Корешем были арестованы, отданы под суд и осуждены за попытку совершения убийства. По словам обвинителя по этому делу окружного прокурора округа Мак-Леннон Викфизела «У нас не возникло проблем. Мы относились к ним скорее как к человеческим существам, нежели как к штурмовикам. Они были чрезвычайно вежливы. После суда, хотя мы не были согласны со всем, во что они верили или говорили, многие из наших коллег проявляли к ним симпатию». Действия правительства были грубым проявлением силы, смешанной со страхом и паранойей по отношению к Давидянам. Если бы федеральное правительство позвало и поговорило с Давидянами, то они дали бы им все что они пожелают. У Кореша была другая ситуация, в которую были вовлечены федеральные органы власти. 22 апреля 1993 года в телевизионном интервью владелец оружейного магазина «Уэйка» Генри Макмахон сказал следующее. «Дэвид Кореш купил у меня огнестрельное оружие на сумму как минимум в 50 000 долларов. В июле 1992 года офицеры УАТО пришли в мой магазин, задавая вопросы о Дэвиде Кореше и приобретенном им оружии. Я позвонил Дэвиду Корешу в то время, пока УАТО все еще находились в магазине. Кореш ответил мне, что если есть какие-то проблемы, пусть они придут к нему. Я предложил агентам УАТО посетить поместье Маунт-эн-Кармель, чтобы своими глазами посмотреть на огнестрельное оружие, которое Кореш купил, но они отказались это сделать». Кореш был чрезвычайно открыт к сотрудничеству в 1987 году и потом в 1992 году. То, что федеральные агенты под руководством Билла Клинтона учинили такую жестокость в поместье Давидян имело под собой какую-то зловещую причину. Давайте исследуем истинную причину бойни в Уэйку. Если Давид Кореш был главной целью правительства, то почему они мирно не арестовали его, чтобы таким образом сохранить жизнь многих невинных людей. Лживые заявления у АТО состояли в том, что Кореш никогда не появлялся за стенами своего поместья, где они смогли бы его арестовать. Пол Фатта, член ветви Давидовой, который в момент начала рейда находился с поручением вне поместья, дал следующий комментарий многим печатным изданиям. Дэвид Кореш, другие и я сам много раз бегали трусой по дороге на расстоянии в 3 мили от поместья. Почему же он не был арестован в это время? Мы несколько раз удалялись от поместья. Почему Кореша не арестовали во время этих пробежек или когда он был у Уэйка? Знала ли ветви Давидова, что на нее нападут федеральные агенты? Во время национального телевизионного шоу, проходившего по телевидению 3 мая 1993 года, у Дэвида Тибода, выжившего в Уэйка, брали интервью. Он заявил, что один из членов ветви Давидовой, Уэйн Мартин, прокурор, окончивший Гарвард, позвонил в службу 911 сразу после того, как федеральные агенты штурмовали поместья. Его связали с другим агентством, и человек на том конце провода сказал, «Привет, ребята! Как у вас там дела?» Уэйн Мартин прокричал тогда в телефонную трубку. «В нас стреляют! Нас убивают! Нас убивают!» Поскольку все телефонные звонки в 911 сохраняются, кажется не составит труда подтвердить этот звонок. Но как заявила репортер Мэри Гарафолло, эта телефонная запись достаточно сомнительна, поэтому полиция не может ее обнародовать. На звонок в экстренную службу 911 абсолютно не было ответа. Почему не было? Только люди работающие на власть, которая ненавидит наши свободы, могут пойти на это. Иезуит Билл Клинтон, который торжественно присягнул верности Конституции, полностью пренебрег ею, когда совершал беззаконие в Уэйку. «Именно здесь ощущается огромная власть католической церкви. Именно под их иезуитов руководством государственные деятели вынуждены действовать не для блага страны, которой они принадлежат, но для блага церкви, которая управляет ими. Именно здесь обсуждаются и решаются вопросы чрезвычайной секретности». В этом случае мы должны объяснить, что черный папа это имя или титул, принадлежащий генералу иезуитов, который вероятно является самым могущественным человеком в мире. Его личность полностью засекречена и очень немногие знают его. Давайте исследуем обвинения в физическом и сексуальном насилии, имевшем место в поместье Маунт энд Кармель. Джеймс Том, бывший давидянин, был самым яростным критиком ветви Давидовой. Он заявил, что Дэвид Карреш бил его, Тома, дочь по 30-40 минут и Том, который находился рядом с ними, ничего не мог с этим поделать. Если Дэвид Карреш действительно бил его дочь по 30-40 минут, то насколько отец должен его бояться, чтобы не остановить это? Том заявлял, что Карреш был образом Чарльза Мэнсона. Если Карреш был образом Чарльза Мэнсона, то почему Том вообще к ним присоединился? Когда 21 ребенку позволили покинуть Маунт энд Кармель, газета Хьюстон пост написала 21 ребенок был психически здоровым. Они были в хорошем физическом состоянии и очень хорошо воспитаны. На самом деле дети, которые покинули Маунт энд Кармель, не испытывали на себе ни физического, ни умственного, ни морального или психического насилия. Дэвид Карреш был обвинен во всех грехах теме, кто был больше всего виновен в бойне, и кто был заинтересован в том, чтобы представить его абсолютно безумным чудовищем. Боб Рикс, человек который был причастен к бойне Уэйка, заявил, что Дэвид Карреш был классическим социопатом. Цитата. «Именно Рикс возглавлял происшествие Уэйка». Генеральный прокурор Джанет Рено назвала его опасным преступником. Редактор раздела газеты «Fort World News» Билл Томпсон назвал его мерзким виновником массовых убийств. А Билл Клинтон говорил о нем как об опасном, безрассудном и, вероятно, безумном человеке. Эти люди осуществляли то, что советовал Владимир Ильич Ленин. «Называйте своего врага тем, кем вы являетесь на самом деле, и всегда говорите прямо противоположное истине» Конец цитаты. Дэвид Карреш был выставлен в неприглядном свете теми, кто хотел оправдать свое ужасное преступление. Другим мерзким преступлением Уэйка стало использование газа сирень против находящихся в поместье женщин и маленьких детей. Конгрессмен США Рон Пол сказал «В соответствии с Парижской конвенцией по ведению боевых действий с использованием химического оружия использование газа типа сирень запрещено. В США не могли использовать его в военных действиях потому что это незаконно, однако они использовали его против своих собственных граждан» Конец цитаты. Бенджамин Гарретт, исполнительный директор учреждения по контролю за использованием химического и биологического оружия заявил «Газ сирень губительнее всего влияет на детей и чем меньше ваш возраст, тем быстрее вы почувствуете на себе его влияние» Конец цитаты. Газ сирень является одним из самых жестоких отравляющих веществ, которые правительство могло использовать против маленьких детей. Фотографии с места происшествия демонстрируют маленьких детей, сгоревших до черна, с выгнутыми дугой спинами, свидетельствующими о принятии самой ужасной смерти. Люди, которые приказали распылить газ сирень на территории поместья Уэйка, назвали Дэвида Кареша самыми ужасными именами. Они заявили, что упустили газ ради детей. Ужасные имена, которыми они называли Кареша, относились и к ним, ведь именно они, Билл Клинтон, Джанет Рено и Боб Риггс, убили тех детей Уэйка. После совершения стольких преступлений Уэйка, людьми занимающими высокие посты в правительстве, нужно обратиться к последствиям этой трагедии. Довольно часто произошедшие события лучше понимались после событий, имевших место последствий. Кому это было выгодно? Было ли принято какое-то сомнительное постановление, которое нарушило бы конституционную свободу? Было ли это событие часом расплаты за то, что произошло в прошлом? Через две недели после бойни в поместье Маунт-эн-Кармель Джон Чейфи, сенатор Рот-Айленда, потребовал издание нового закона, который запрещал бы всему американскому народу иметь собственное оружие. Закон должен был запретить продажу владения, импорт и экспорт пистолетов. Если бы предложенный закон Чейфи был принят, он сделал бы большую прореху во второй поправке Конституции США, которая гласит «право людей хранить и носить оружие не должно нарушаться». Каждый закон об оружии, который принимает Конгресс, является нарушением этого права. Кто хочет разоружить жителей Америки? Никто не хочет быть диктатором народа, вооруженного 200 миллионами пистолетов. Когда жители страны вооружены, и их право иметь собственное оружие не нарушается, уровень преступности чрезвычайно низок. Каждый человек в Швейцарии должен иметь оружие в своем доме, включая штурмовую автоматическую винтовку, и в этой стране преступления почти не совершаются. В Штатах и городах Америки, которые позволяют людям носить оружие, уровень преступности чрезвычайно низкий. Во время Второй мировой войны Гитлер хотел захватить Швейцарию. Швейцарцы сказали ему, что он может послать свою армию через всю границу, но ни один из его офицеров не вернется живым. Гитлер отдавал приказ нападать на Швейцарию несколько раз, но его офицеры просто не выполняли его. Швейцария оставалась безопасной, нейтральной зоной на протяжении всей войны. Кто ненавидит Конституцию с самого начала ее создания? С начала образования этой страны иезуиты стремились уничтожить Конституцию. Они называли ее сатанинским документом. Великий французский генерал Лафайет однажды сказал «Я считаю, что если свободы этой страны будут уничтожены, то это будет делом рук коварных иезуитских священников римско-католической церкви, потому что они – самые хитрые и опасные враги гражданской и религиозной свободы. Они были зачинщиками многочисленных войн в Европе» . Иезуиты использовали своего человека Билла Клинтона, чтобы инициировать и осуществить бойню Вейка. Они надеялись, что тогда они смогут принять неправомерные законы, которые впоследствии приведут к упразднению второй поправки Конституции. Очень несложно идентифицировать иезуитов и их марионеток в Конгрессе Соединенных Штатов, потому что они единственные люди, которые постоянно пытаются ввести закон, налагающий запрет на владение оружием. Существовала и другая причина, спровоцировавшая события Вейка, которую озвучил Билл Клинтон 19 и 20 апреля 1993 года. Это заявление было сделано в Роуз Гарден, и его можно найти в пресс-релизах Белого дома. «Как и вчера, я хочу сказать что очень сожалею о гибели людей, произошедшей в начале и в конце трагедии Вейка. Я очень надеюсь, что события которые мы наблюдали на протяжении последних 7 недель остановят тех, кто будет пытаться присоединиться к сектам и завязать отношения с такими людьми как Дэвид Корреш. Я очень надеюсь, что федеральные агенты, которые оказались в затруднительном положении Уэйка и которым несомненно еще предстоит оказаться в подобных ситуациях в будущем, но при других обстоятельствах справятся с ними лучше и разумнее, будучи наученными недавним опытом.» Конец цитаты. Клинтон высказал предупреждение и угрозу любому, кто осмелится присоединиться к религиозной группе или к так называемой секте. Для Клинтона и его агентов секта это группа людей не принадлежащая к основным религиозным течениям. В каждую основную религиозную организацию просочились иезуиты и захватили в них власть. Они хотят чтобы все оставались в таких организациях, потому что в таком случае с ними легче проводить идеологическую обработку. Тем, кто находится вне таких церквей, сложнее промывать мозги. По словам бывшего иезуитского священника Альберто Риверы, все основные религиозные течения находились под контролем иезуитов к 1980 году. Доктор Ривера объяснил, что когда он был связан адской клятвой иезуитов, ему сообщили, что всем иезуитам по всему миру подадут знак, когда экуменическое движение с успехом уничтожит протестантизм, готовясь подписать конкордат между Ватиканом и США. Цитата. «Знаком должно было стать действие президента США, заключающееся в том, что он будет принимать клятву президента, стоя лицом к обелиску. Впервые за всю историю Соединенных Штатов церемония принятия присяги была перенесена к западному фасаду Капитолия, и президент Рейган стоял напротив памятника Вашингтону и это произошло 20 января 1981 года. Случай Уэйка стал предупреждением тем, кто хотел присоединиться к независимой церкви, в которой разоблачалась правда о папстве и антихристе. Билл Клинтон заявил, что события Уэйка были только разминкой, и противостояние религиозным группам будет повторяться. Кому принадлежат эти слова? Человеку, который будет защищать конституционные права жителей Соединенных Штатов, или иезуиту, который исполняет планы папства? Не забывайте, что на тайном конгрессе в Киере было заявлено, цитата. «Поэтому протестантизм должен быть полностью уничтожен. Католикам будут нушать ненависть ко всем ересям. Еретик — это любой человек, не принадлежащий католической церкви. Любой, кто сопротивляется папе и верит, что папа является антихристом. Мы будем наносить смертельные удары по ереси. Они даже не догадываются о том, что иезуиты переберегли для них кляп из цензуры и интриги, и однажды станут их господами». Конец цитаты. Билл Клинтон был иезуитом, твердо решившим выполнить иезуитский план, предложенный в Киере. Папа Иоанн Павел II очень ясно выразил эту мысль, цитата. «Паразелитская деятельность сект и новых религиозных групп в Америке представляет собой серьезную помеху для работы по евангелизации. Он имеет в виду то, что существуют независимые религиозные группы, которые затрудняют старания папы завоевать весь мир. Успешная работа сект и новых религиозных групп в Америке по обращению других в их веру не может быть проигнорирована. Она требует, чтобы церковь на континенте провела тщательное исследование в каждом народе и на международном уровне. Чтобы противостоять успешной деятельности сект, нам нужно наладить надлежащую согласованную работу инициатив среди епархий, направленных на более эффективное сотрудничество посредством совместных проектов, которые принесут лучшие результаты. Все эти религиозные группы объединяет вера в то, что нечестивая система антихриста в библейском пророчестве это папство. Малахия Мартин, затрагивая тему этих религиозных групп, говорит, «Они обречены пройти через ряд жестоких потрясений и изменений, когда они волей-неволей будут приспосабливаться к новому глобализму, который будет исходить от более влиятельных групп. Не существует пути, следуя по которому они смогли бы сохранить динамику и набирать силу, если они не позволят или не будут вынуждены расширить свой кругозор за традиционные рамки. Как группы, они должны будут встретиться с неприятными альтернативами, иначе они будут целиком и полностью глобализированы.» Есть еще третий вариант при котором они как группы сохранят свои взгляды, уменьшатся в количестве и во влиянии и в конце концов потеряют свое лицо в новом мировом порядке. Другими словами, тому кто подчиняется иезуитскому плану о нашем мире, будет позволено жить, а тех кто не будет этого делать ожидает участь Уэйко. Уэйко стал предупреждением для всех, что иезуиты хотят вернуть мир во времена темного средневековья, в которых весь мир станет рабом папы, а с теми кто не подчинится папству поступят так же как и с людьми жившими в Маунт-эн-Кармель. И вот последняя мысль. Если бы вы были президентом Соединенных Штатов или генеральным прокурором в то время когда произошла бойня Уэйко и не хотели бы травить маленьких детей газом сирень, то была бы у вас власть остановить это? Конечно же да. Вам достаточно было бы сделать телефонный звонок. Тот факт что Билл Клинтон и Джанет Рено не остановили это зверство является доказательством что они хотели чтобы эта бойня состоялась.